Третья волна коронавируса на Колыме. Первые случаи дельта-штамма COVID-19 в регионе выявили в мае этого года. Как отмечают эксперты, именно этот вид вируса вызывает рост заболеваемости в области. Болезнь проходит по-другому, рассказывают специалисты. На Колыме количество заразившихся подходит к пиковым показателям. Однако есть и изменения в возрасте болеющих. Уровень контагиозности при дельта-варианте новой коронавирусной инфекции очень высокий. Это мы видим по семейным очагам, видим по тем случаям инфицирования в трудовых коллективах, когда заболевают практически до 80% лиц, контактировавших с заболевшим. Независимо от того, какая стадия у заболевшего. Это последние дни инкубационного периода или первые дни клинических симптомов. Реже всего болеют дети – 9%. Переносит вирус они легко, утверждают эксперты. 17% – колымчане от 18 до 30 лет. 20% – люди от 31 до 40 лет. 13% – магаданцы от 41 до 50 лет. Половина заболевших – люди социально активные, которые участвуют в жизни региона, общаются с друзьями, родственниками, посещают различные заведения. Как же выявляют заболевших? 18% – профилактические исследования, 61% – люди с признаками ОРВИ, 21% – те колымчане, у которых есть симптомы пневмонии. Медики призывают не заниматься самолечением и обращаться к врачу при признаках болезни. «Я очень прошу, обращаюсь с таким горячим призывом ко всем жителям нашего региона не принимать без назначения врача антибактериальных препаратов и тем более гормональных препаратов с целью лечения новой коронавирусной инфекции, если вы считаете, что она у вас есть». Коронавирус имеет тяжелые последствия, говорят эксперты. Треть умерших за последние полгода болели COVID-19. Но ни одного случая летального исхода среди тех, кто вакцинировался, не было, утверждают медики. Прививка на 98% защищает от болезни. На территории Магданской области привиты больше 35 тысяч человек. Из них 117 заболели коронавирусом. Это меньше 1%. «При этом у всех этих пациентов течение заболевания легкое». Ни у кого не развилось фатальных осложнений, которые могли бы привести к смерти, к летальному исходу. На сегодняшний день охват населения в Магаданской области составляет чуть больше 30% взрослого населения. Процент выполнения плана, мы с вами все хорошо знаем, что мы должны для того, чтобы предотвратить циркуляцию вируса в субъекте, иммунизировать не менее 60% населения, это 66 тысяч человек. Меньше всего вакцинируется в Магадане, это 26%. В большинстве районов Колымы количество привитых выше. Лидеры – Тенькинский, Средниканский и Североевенский городские округа. Эксперты призывают колымчан прививаться, тем более, уверяют медики, запас вакцины в регионе есть.